Восемь боёв провёл на ринге, в семейной семье одержал победу. Он чемпион мира среди венёров прошлого года. И в полуфинале выиграл у боксёра из Словакии Рафаэля. Лерри Никольсон, ну, по возрасту, он бесспорно опытный, ему 25 лет. Он чемпион чемпионов штатов Америки, вот счёт своим боям не ведёт. А в полуфинале он выиграл очень сильного румынского боксёра Нистора. Кстати, румыны на предварительном этапе великолепно выступали. Сохранить мощность и экономичность двигателя, избавиться от клапанного стука, вам помогут гидравлические компенсаторы зазоров клапанов, производство фирмы Гермес, город Москва. Вот хорошо, Кубиня сейчас со средней дистанции провёл серию ударов. Посмотрите, как двигается лифток, его заставляет ошибаться. Американство проваливаться его, заставляет. Вот идёт последняя минута. Приключительный раунд, и бесспорно 18-летний воспитанник Аусидаса Сагара, Дамиан Остин, побеждает Лерри Никольсона. Придерживает спортсмену Кубинский боксёр, получил за это предупреждение. Она замечательная, 6-2, меньше 30 секунд остается. И опять, посмотрите, какая серия. И уже со средней дистанции достаёт. Финальные бои в Кампере проводились в течение двух дней. Субботу и воскресенье, по 6 финальных боёв. И в первый день, в субботу, в зале присутствовало 2289 зрителей. Вот такая точная цифра. 6-2, победа Дамиана Осина, боксёра из Кубы. И вообще, с 7 по 16 на чемпионате побывало 30,5 тысяч зрителей. Но, как сказать, Финляндия всё-таки не чисто боксёрская страна. Я думаю, что это ему достаточно много. Вообще, турнир вызвал огромный интерес. Вот так, в лёгком весе, категория до 60 килограммов, чемпионом мира стал кубинец Дамиан Остин. Серебряная медаль у американца Лерия Никольсона. И бронзовая медаль у Рафаэля из Словакии и Нистера из Румынии. Рафаэля из Словакии и Нистера из Румынии. Ну, это была первая золотая медаль кубинского боксора. Аргентинец Асвальдо Избалу, это первого арбитра нам назвали. Кстати, очень известный судья из Аргентины. Очень такой известный своей принципиальностью, чёткостью. И я бы даже сказал, несколько, некоторой резкостью поведения на ринге. Первый раунд нам сейчас с вами покажет. Это Куан Эрнандес, это Куба. И представитель одной из бывших республик Советского Союза, в мире суверенного государства Литвы, Виталиус Карпосяускас. Второй полусредний вес категория до 67 килограммов. Кубинец в красной форме. Куан Эрнандес, известный боксёр, он серебряный призёр олимпийских игр в Барселоне, чемпион мира 91-го. Был догадатель Кубка мира, ну, титулов у него много. Но вы знаете, по мнению специалистов, он мог бы и не оказаться в финале. Дело в том, что в полуфинале он встречался с известным, знаменитым, я даже бы сказал, германским боксёром Андреасом Отто. Раньше он выступал за Германскую Демократическую Республику. И счёт был редкий вообще судейских записок. Количество ударов 2-2. И в итоге судьи предпочли Куана Эрнандеса и вывели его в финал. Долженки смело ведёт поединок Виталюс. Заметного пока преимущества Туана Эрнандеса нет. Ну, мы знаем манеру кубинских боксеров. Они постепенно перехватывают инициативу. Уж если перехватили, то не выпустят их из своих рук. Оба боксируют в правосторонней стойке. Так что коронный удар, это удар с левой. Это всё-таки, знаете, такое ощущение, что литовский боксер попадает. Но удар это у него или в предплечье, или в перчатке. И в итоге точный встречный удар кубинца. И вот он уже ведёт со счётом 3-0. В активе Фуана Эрнандеса 194 боя, 180 побед. А Виталию Скорпосяускас, в общем-то, он на международной арене неизвестен. Он четырёхкратный чемпион Виктории. А нет, прошу прощения. Он участник олимпийских игр в Барселоне и дошёл до четвертфинала. 25 лет ему, 176 боёв, 160 выиграл. И надо сказать, что в полуфинале он выиграл у представителя Украины Сергея Городничева. Проигрывают боксеры из Литвы, но мне нравится, что он смело ведёт бой с опытным Фуаном Эрнандесом. Вот всё, в эфир гон. Это гон в первом раунде, но, тем не менее, победа кубинского боксера была безоговорочной. 9-3 окончательный счёт. И чемпион мира 91-го года Кубинец Фуан Эрнандес завоевал вторую золотую медаль. И для себя, и для сборных клубов. Вот он, чемпион мира. Серебряная медаль у боксера из Литвы Виталиуса Каркасяусска. И две бронзовые медали у боксёрской традиции. Тем, кто проиграли в полуфиналах. Получается Андреас Отто Германия и Сергею Городичеву Украину. Второй средний вес. 185 килограмм. Ещё один Эрнандес. Ариэль Эрнандес. Кубинский боксёр. И представитель Турции, что весьма редко бывает. Мы видим представителя этой страны. Начинающий чемпионат мира Аким Кулоглу. Рекера. Кстати, вот обратите внимание, справа тренеры. И вот второй в глубине. Это наш знаменитый тренер, застутный тренер Советского Союза Артём Лавров. Который несколько лет возглавлял сборную СССР. Теперь он один из тренеров команды Турции. А вот хорошо тоже нам знаком рефери. Это представитель Казахстана Борис Скверашвили. Он возглавлял отдел бокса в спорткомитете Казахстана. Опытный рефери и вообще специалист бокса. Приятно видеть Бориса в роли рефери в одного из финальных поединков. Кубинец тоже, вы видите, набирает очки. Уже 7-4 в его пользу. Он олимпийский чемпион Барселоны и двукратный чемпион мира среди юниоров. Акин Лакулоглу, он 21 год, он студент из Анкары. Был чемпионом Европы среди юниоров 3 года назад. И был чемпионом мира среди юниоров тоже 3 года назад, в том же 90-м году. Замечание, что очень низкую голову опускает кубинец. И несмотря на то, что большинство предрекали... Вот, посмотрите, предупреждение получает кубинский боксер за удар открытой перчаткой. Ну, молодец Борис Скверашвили. Так как мне, обычно, знаете, иногда судьи побаиваются, строго судить, и знаменитых, популярных боксеров. Все предрекали быструю победу Ариэля Эрнандеса. Она улыбает мощным ударом. И тем более Акин Кулоглу, в общем, был больше известен как юниор. И, тем не менее, у победы в этом бою далась кубинцу нелегкость. И даже сейчас счет 7-7. Идет вперед турецкий спортсмен. И прямо скажу, что проявил он себя молодцом. Кстати, он выиграл в полуфинале у боксера из Казахстана Василия Жирова. Ариэля Эрнандесу переиграл голландца Джаваля. Но чувствуется, что турецкий боксер очень устал. Идет захват, пытается так и немножко передохнуть. Но замечание все-таки получает опять кубинец. Никак не удается, по-моему, никакого басера нанести точный удар. А Канич Ярова, видите, дело-то уже идет к концу. Команда Брэк надо сделать по шагу назад. Вот точный удар твой боковым. Завоевал у тебя очко. Ариэль Эрнандес. Турецкий боксер посмотрел на секундомер. Действительно, последние секунды. И вот точный удар кубинца. И он побеждает со счетом 9-7. Да, нелегкая победа Ариэля Эрнандеса. Но это уже третья золотая медаль в копилке сборной Кубы. Второй средний вес. Вот симпатичный боксерчик. Ариэль Эрнандес, олимпийский чемпион Барселоны, впервые становится чемпионом мира. Дважды будет чемпионом мира среди юниоров, и вот первый раз становится чемпионом мира среди взрослых. Серебряная медаль, это бесспорно большое достижение у Акина Кулагу Турца. И бронзовые у Джаваля Голландия и Василия Жирова. В категории до 91 килограмма, это первый тяжелый вес, без сбоя победу одержал Кубинец Феликс Савон. Георгий Канделаки из Грузии на этот поединок не вышел. А бронзовая медаль в этой железовой категории у Аршака Авартакяна из Армении. А это второй наилегчайший вес категории до 51 килограмма. Второй раунд на ринге Вальдемар Фон Куба, синяя форма, и Чикматула Ахмедов Узбекистан. Еще один представитель бывшей республики Советского Союза. Приятно, что все-таки поддерживаются традиции. Мы видим боксеров из Узбекистана, из Казахстана, Украины, Армении. Там, где Болг действительно всегда пользуется большой популярностью и где он просветает. Вальдемар Фон, кубинский боксер, тоже из категории молодых, но очень перспективных и талантливых спортсменов. Ему в июле исполнится 19 лет. Впрочем, их Чикматула Ахмедов, тоже молод, ему 21 год. Пока счет равный. Оба боксера, как вы уже видели, правосторонние в стройке, рассчитывают на удар левой рукой. И достойно выглядят, достойно выглядят боксеры Узбекистана. Это уже воскресный день финалов, 16 мая. Вот постепенно кубинский боксер наращивает свое преимущество, действует точнее. Вы знаете, очень хорошо фихтинит правый. Вот посмотрите, как он правой рукой держит на дистанции своего соперника. А затем сближается и наносит точный удар левый. И опять, вот сейчас в ближней дистанции, прямой левой в голову достиг цели, уже 9-4 в пользу кубинца. Вальдомаркс, он провел 95 боев, 83-х одержал победу. На чемпионате мира среди юниоров в прошлом году он занял первое место. Выступал на кубке Канады, тоже выиграл этот турнир. В полуфинале он одержал победу над Дэйменом Келли из Ирландии. А Ихматулла Ахмедов победил египтянина Мустафу Хасан. У Ахмедова 150 боев в активе, 139 побед, и он двукратный чемпион Узбекистана. Последние секунды второго раунда. Повреждения у узбекского боксера. Врач решил продолжать поединок. И вот последние секунды раунда. И бесспорное, конечно, преимущество Вальдомара Фонта. Сагара секундирует ему молодому талантливому боксеру. И вот вы видите фрагменты из других раундов этого боя. И я все-таки отметил секунду Ахмедова за смелость, за настойчивость, за то, что он принял открытый бой кубинского боксера и проявил себя незаурядным спортсменом. Но, тем не менее, 17-8 счет очков в пользу Вальдомара Фонта. Он чемпион мира во втором величайшем вести. И серебряный медаль у представителя Солнечного Узбекистана Ихмутовы Ахмедова. Бронзовые награды у ирландца Дэймена Келли и египтянина Мустафы Хасана. Эмиль Жечев, представитель Болгарии. Знаменитый, деятель-профессор. Солнечный вес категории до 57 килограммов. Серафим Тодоров Болгария и Энрик Карион. Знаменитый кубинский боксер, закончив перед вами. Мы сейчас увидим второй раунд. Ну, я сказал, что Энрик Карион, знаменитый боксер, дело в том, что и Серафим Тодоров, тоже боксер знаменитый, популярный. Ну, вот их титулы. Тодоров, чемпион мира 91-го года, серебряный призер чемпионата мира 90-го, дважды был чемпионом Европы, а Энрик Карион, чемпион мира 89-го года и серебряный призер чемпионата мира 91-го года. Так что, опыта им, как говорится, не занимать. Они почти одногодки, 24 года Тодорову и на год старше Энрике Карион. Пока впереди болгарский боксер, он в синей форме. Ну, в последние несколько лет Тодоров бесспорно один из сильнейших боксеров мира в этой весовой категории. А я когда смотрю поединки боксеров-полилегковецов, всегда вспоминаю два выдающихся советских боксеров, Бориса Кузнецова и Валериана Соколова, два олимпийских чемпиона. Они не похожи были друг на друга, своеобразны, но великолепные были бойцы. Набирает очки пока медленно, но набирает Тодоров, а Кубинис пытается войти в ближний бой, изменить хоть поединка, перехватить инициативу. Тодоров очень хорошо перемещается, по ним-то маневрирует. Вот при отходе сейчас удачный на мёс удар, и вот уже третье очко у болгарина. Болгарские боксеры порадовали специалистов и зрителей на этом турнире. Просто молодцы. В4-0 впереди Тодоров. Хотя внешне, вот видите, Кубинис стеснит своего соперника, прижимает канатом, но никак не удается нанести точный удар. Тот удар, который бы зафиксировало большинство боковых арбитров. Вот сейчас пропустил какой-то встречный удар Тодоров. Её меньше полминуты до окончания раунда. И внешне всё равно активнее Энри Кикарион. Активнее, он как бы даже уверен в себе, но пропускает всё равно удары, пропускает. Ну, это поскользнулся, потерял равновесие. Это второй раунд. Очень уверенно провёл болгарский боксёр этот поединок. И в итоге он одержал победу с общим счётом 11-6. Сарафин Тодоров, 24-летний военнослужащий, представляющий клуб «Славия». 212 боёв, 203 победы. Хорошо, как уходит он от удара Энри Кикариона. Энри Кикарион в полуфинале одержал победу над грузинским боксёром Ромазом Полиани. А Сарафин Тодоров выиграл у румына марсианка Тюборио. Ну, что ж, болгарский калузей можно поздравить со второй золотой медалью. Команда Болгарии заняла второе место в командном зачёте. Но, что причём учтите, 7 боксёров представляла Болгария на этом чемпионате мира. Была, выиграли золотые медали, 2 и остались серебряными призёрами. Это, бесспорно, огромный успех. Вау! Чемпион! Сарафин Тодоров, Булгарина! Сарафин Тодоров, теперь уже двукрадный чемпион мира. У нас спросили, как это он умудряется часто побеждать кубинских боксеров. Ну, есть свой секрет. Какой же это секрет? А надо, говорит, с первой до последней минуты атаковать, не уступать, идти всё время вперёд. И тогда можно выиграть кубинку. Итак, Энрике Кавион, серебряный призёр, бронзовая медаль у Рома Заполиане, Грузия. Первый пилосредний вес, до 63,5 килограмма. Юрий Кияль, Финляндия, и Эктер Винен, Куба. Конечно, специалисты понимали, что финскому боксеру будет тяжело в поединке с кубинцем, с олимпийским чемпионом. Но верили всё-таки в то, что родные с тем и помогают. Тем не менее, сразу же стало ясно, что финскому боксеру не выиграть у Эктера Винента. Эктер Винен в полуфинале выиграл у боксера из Германии, Аттайя Уртала. В его активе 172 боя, 149 побед. И так, как я уже сказал, он чемпион олимпийских игр в Барселоне. Был чемпионом мира среди юниоров 3 года назад. И 4 года назад на чемпионате мира среди юниоров выиграл бронзовый медаль. Юрий Кияль, его тренирует Эристо Меруна. Вот видите, Макдаун. Неожиданный резкий удар Эктера Винента и финский боксер Макдаун. Он тоже достаточно известен. Он бронзовый призер Олимпийских игр в Барселоне. И дошел до четвертого финала на чемпионате мира в 1901 году. В полуфинале выиграл у нашего боксера россиянина Олега Саитова, к сожалению. Тут поддерживает, как вы слышали, Юрий Кьяля. Но еще один Накдаун. Накдаун. Счет уже в 5-1 кубинского боксера. Дважды финский спортсмен побывал в Накдауне. К сожалению, ни один из российских боксеров не дошел до финала. Четверо были в полуфиналах и отстали бронзовыми призерами. Тренер сборной России, известный в прошлом боксере, однократный чемпион Советского Союза Николай Кромов, в общем-то и предсказывал, рассчитывал именно на 4 медали. Но считал, что на золото быть мы не рассчитывали, но в всяком случае, наверное, серебряную медаль должны были получить. Была надежда на Владислава Антонова и на тяжеловеса Евгения Белоюшева. Но, увы, творчий спорт, это, может быть, банальная фраза, но она верна. Вот видите, как здесь, выражающаяся с футбольным языком, игра идет в одни ворота. Все мы один уже в пользу Эктора Винента, кубинского спортсмена. Но и, увы, стены дворца спорта в Кампере не помогли финскому боксеру Юрию Кьяли. И мне думается, что Олег Саитов мог выиграть у финского спортсмена в полуфинале. Очередная золотая медаль кубинской сборной. Эктор Винент. 7-1. Окончательный счет. Чемпион мира в первом полусреднем весе. Ну что ж, Юрий Кьяль может быть тоже в какой-то мере доволен. Бронзовая медаль в Барселоне. И вот здесь, вебрый медаль чемпионата мира. Мощный удар. Аперкокс. Ларс Ниде по корпусу и нокдаун. Знаете, довольно-таки в последнее время очень редко бывает, что удар по корпусу отправляет нокдаун спортсмена. Эктор Винент. Овладатель золотой медали чемпионата мира в первом полусреднем весе. Черебро у Юрия Кьяля. Финляндия и бронзовые награды у спортсмена из Германии Октая Уркова и россиянина Олега Саитова. Первый средний вес. Франциск Васта, Крумэния и Альфредо Дувергейль Куба. В красной форме кубинский боксер Альфредо Дувергейль. Ну вот он, пожалуй, один из немногих кубинских боксеров, который не имеет громких титулов. Он, блажда, побеждал на известном популярном турнире Кордово. Два года подряд был первым в Германии, тоже популярный турнир в Галле. Ну, тринусский боксер сразу же набирает очки. Ну, мы в синей форме. Ну, Франциск Вастак хорошо известен поклонником бокса. Он чемпион мира 89-го года. Победитель Игорь Доброй Воли 90-го года. Бронзовая медаль у него в чемпионате мира 91-го года. Был чемпионом мира среди номеров 6 лет назад, а ему всего лишь 24 года. 183 боя, 174 победы. Вот такой его посудной список, неспорно, это один из сильнейших боксеров мира. Румынские боксеры, как правило, ну, вот сколько лет я их знаю, отличаются в великолепнейшей физической подготовке. И они, как правило, обладают мощными ударами. И на чемпионатах Европы в Горной Румынии всегда была одним из главных соперников Горно-Советского Союза. Румын безспорно точнее. Хорошо защищается. Альфред Белвергель пытается уйти от ударов французского Вастага, но не всегда ему удается делать. Вот посмотрите, как Вастаг хорошо принимает встречные удары кубинца своими перчатками, которые он высоко держит, прикрывая подбородок, голову. Вот уже 6-1. Два точечных удара румына. И, в свою очередь, кубинец промахивается. Но он, кстати, заставляет его делать, это румынский боксер, потому что он даже к лону не уходит от ударов соперника. В полуфинале Французский Вастаг выиграл у российского боксера Сергея Караваева, а кубинец переиграл норвежца Гейлу Хитлэнда. Уверен был в оканчивании второй раунд румынский спортсмен. И преимущество его в этом балле было бесспорным. Теперь уже двукратный чемпион мира. Ну, давайте посмотрим фрагменты других раундов. Смотрите, кубинец вроде бы атакует, даже наносит удары. Но все они при той... Вот, пожалуй, сейчас был боковой левый. Достал он еще один точный удар. Но этот удивительный монтаж, вы знаете, явное преимущество румынского боксера. А при повторах как раз зафиксированы те удары, которые достигают цели со стороны кубинца. Но, тем не менее, 14-3 окончательный счет этого боя в пользу Франциска Вастуга из Румынии. И он чемпион мира в первом среднем весе. Вот он. 24-летний румынский боксер, двукратный чемпион мира. Серебряные награды достались кубинцу Альфреда Беларгелю, бронзовые медали у Сергея Караваева «Россия» и гейлы «Хитландо» на веке. Сохранить мощность и экономичность двигателей, избавиться от клапанного стука, вам помогут гидравлические компенсаторы зазоров клапанов в производстве фирмы «Гермес» в городе Москва. Еще раз хочу подчеркнуть, в связи с тем, что в этой весовой категории призером стал российский боксер Сергей Караваев, что боксеры бывших республик Советского Союза выступили успешно. 13 педалей они завоевали, на 11 больше, чем завоевал обменная команда в Барселоне. Это очень интересный факт и многозначительный. Любят бокс у нас и в России, и в других бывших республиках Советского Союза. И я думаю, что традиции будут продолжены. Полутяжелый вес кубинец Рамон Карбей и боксер из Нигерии Джек Лорд Джейкобс. Это тоже неожиданно с участием нигерийского боксера в финале чемпионата мира. И здесь, правда, тоже заметное преимущество Рамона Карбея. Очень легко передвигается кубинец по рингу. Хорошо, вот смотрите, уходит от удара соперника на кулоны. И в то же время малейшую брешь в уголе соперника заметит, тут же наносит удар. Рамон Карбей чемпион мира 89-го года на злостном чемпионате мира 91-го года заливал бронзовую медаль. Победитель паноамериканских игр 91-го года. 195 боев, 173 победы. Более скромный послужной список у Джек Лорда Джейкобса 023 года на ринге провел 56 боев и лишь 5 проиграл. Он чемпион Африки прошлого года и выступал на чемпионате мира 91-го года где вошел до 1-8 финала и на Олимпийских играх также был участник Олимпиады Басилоны в двух боях выигрывали ну, а затем же был в борьбе. Уверенно ведет судьбой Рамон Карбей прекрасно защищается практически не позволяя сопернику нанести ни одного точного удара. Вот серия ударов кубинца ну, один точен еще точный прямой правый серия в ближнем бою очень разнообразно боксирует Рамон Карбей и одиночный удар и смотрите, серия вот опять уже 7-1 счет причем пробивает прямым правый оборону нигерийского боксера специалисты увидели много интересных спортсменов на этом чемпионате на 7-м чемпионате мира в Кампере но преимущество кубинцев было огромным Альсида Сагара великый кубинский тренер это седьмая золотая медаль кубинской сборной так, бесспорно кубинские боксеры лидеры в мировом боксе и на этом чемпионате 12 участников 8 золотых медалей и 3 серебряных 11 боксеров в финале это новый рекорд в боксе седьмая золотая медаль у кубинцев полутяжелый вес Рамон Тарбей бронзовая медаль у Ростислава Зауличного с Украины и наконец супертяжелый вес второй тяжелый вес Роберто Баллада Куба и Швелен Русина в Болгарии оба боксера хорошо известны я не знаю друг друга прекрасно они раз встречались на ринге это вы видите второй раунд Роберто Баллада великолепно выиграл полуфинал у американца Джоэля Скотта а вот Сверен Русина выиграл у нашего Евгения Белоусова хотя мы надеялись на то, что Женя сумеет переиграть боксера которого он тоже прекрасно знает и у которого выиграл Роберто Баллада заменил в свое время на ринге знаменитого теофила Стивенсона или достойно представляет великого Стивенсона на ринге сверхтяжелого веса он уже двукратный к этому дню двукратный чемпион мира олимпийский чемпион Барселоны обладатель пункта мира победитель панамериканских игр вот видите сколько побед Роберто Баллада вот он супертяжеловес а внешне к примеру Фелик Солон выступающий в первом тяжелом весе выглядит значительно мощнее своего товарища по сбору Севелен Русинов опытный счетовый мастер ему 29 лет 247 боев провел 203 одержал победу серебряный призер чемпионата мира 91 года еще в 86 году выступал в Риме где был бронзовым призером трижды был бронзовым призером на чемпионатах Европы бронзовый призер олимпийских игр ну вот видите все серебряный бронзовый призер а вот никак ему не удавалось выиграть высшую золотую медаль и здесь в общем-то Роберто Баллада не дает ему никакого шанса уверенно набирает очки кубинец а я хочу еще раз подчеркнуть что бесспорный лидер сборной Кубы 8 золотых медалей на втором месте болгарская команда две золотых и две серебряных на третьем команда Румынии из шести участников одна золотая медаль и две бронзовые и на четвертом обратите внимание Семь боксеров участвовало, одна золотая медаль и одна бронзовая А вот американская команда лишь Участников одна серебряная, две бронзовые И сборная команда Узбекистана Делит 8-11 места вместе с командой Литвы На 12-м месте команда России Вот как в 13-14 сидели сборной Германии и Украины Вот так выступили наши боксеры, выступающие теперь за разные команды Итак, Кубинская сборная восстанавливает новый рекорд Восемь золотых медалей на чемпионате мира Восьмой чемпион Роберто Баллада, супер тяжеловес Который теперь трехкратный чемпион мира и олимпийский чемпион Бесспорное превосходство кубинского боксера Счет 10-1 Я думаю, что вы получили большое удовольствие Посмотрев свои фрагменты чемпионата мира по боксу Торжествует Роберто Баллада, а мы на этом заканчиваем наш репортаж Организованной студией спортивных программ телекомпании «Останкино» Комментирует Георгий Саркисьян Всего доброго Самый популярный вид отдыха на воде приходит в Россию Увидеть и приобрести этот водный мотоцикл Вы можете по адресу Москва, улица Кутина на дом 15 Телефоны 943-05-92 151-04-32 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...